Добрый день! Сегодня у нас в студии Демьян Михайлович Ом, ректор Открытого университета, U-Open University, ментор, инвестор влияния, мотивирующий спикер. Здравствуйте, Демьян Михайлович! Первый вопрос. Как-то вы назвали себя разумным эгоистом? И мало кто разделяет принципы разумного эгоизма. Что для вас разумный эгоизм? Что вы вкладываете в это понятие? Ну вот смотрите, я этой цитаты уже не помню, хотя вы явно где-то нашли. Тут есть один момент. Возможно, эта цитата была достаточно давно сделана. Разумный эгоизм для меня, это продолжение истории с объективизмом, это философское направление, с ним понятно. Госпожа Айн Рент, в частности, в своих романах философских и статьях развивает. Очень активно это в 20 веке, и поэтому количество единомышленников у меня огромно. Потому что на минуточку Соединенных Штатов Америки роман, например, «Этланд расправил плечи», я Атлас Шакт, занял второе место после Библии по количеству экземпляров, изданных и прочитанных. То есть это очень популярная история, которая явно отвечает такому человеку, как американец. И хотя мне бы сегодня не хотелось абсолютно точно говорить о национальностях, какие из них мне близки, какие мне далеки, с кем мне проще, с кем мне дальше, лучше сосредоточимся на основном. Разумный эгоизм для меня или тот же объективизм для меня, это про то, что существует объективная реальность, и как бы мы к ней не относились, она существует сама по себе. Факт есть факт. Бытие есть тоже. Поэтому если говорить о человеке разумном, я считаю, что это индивидуал, индивидуальность, человек, который максимально объективно воспринимает окружающую его действительность, максимально объективно действует и воспринимает результаты своих действий, он не придумывает ничего сверх того, что он сделал. Шаг, факт, оценка факта, шаг, факт, оценка этого факта. И те шаги, которые мы совершаем в объективной реальности, на эту реальность никоим образом не влияют. Однако, я предлагаю пойти дальше. И вот здесь есть метод импровизации, который я в свое время сформулировал, где я утверждаю, что мы можем влиять и строить, и создавать реальность, независимо от того, что было до нас. То есть мы эти волны на воде создавать можем. Понятно, что если мы их не создаем, а просто замрем, то реальность будет таковая. Но человек разумный, по моему глубокому убеждению, особенно человек талантливый и гениальный, уже обязан влиять на реальность. Обязан создавать из различных ее частей, и мысли-форм в том числе, создавать новые объекты, которые будут влиять на жизни других людей, действовать. То есть, человек разумный или разумный эгоист. Здесь самое главное слово разумный. А эгоизм это про то, что я могу отвечать только за свои собственные поступки, и за свое собственное восприятие реальности. Об этом речь. И слово разумный, то есть я могу опираться на то, что есть мой разум. Разум и ум все-таки разные вещи. Но то, что есть мой разум, и то, что я способен с помощью разума создать, определяю только я. И отвечаю за это создание только я. И за несоздание тоже отвечаю только я. И здесь очень много я, как видите, поэтому эгоизм. Но он разумный. Ну, в общем, я надеюсь, да, объяснил. Потому что я в этом достаточно много лет живу. Слушаю себя. Какие философские течения близки. Потому что много, у нас нет смысла перечислять те учения, которые я или отбрасывал, потому что они категорически неприятны. Даже неприятны. И те, которые мне были близки, интересно изучать. Сократ. Ну, вот такая история. Если я ответил на ваш вопрос, я буду рад. Там был маленький вот этот момент, что не так многие разделяют. Отвечу еще раз. Люди слышат слово эгоизм. Эгоист. И думаешь, это плохо, потому что эгоист тот, кто не думает о других людях. Яговор утверждаю, что разумный эгоист это тот, кто думает о других людях, но отвечает за самого себя. Да. То есть он понимает, что он создает, еще раз то, что я сегодня проговорил, он создает конкретный результат своих действий. Поступки, предметы, философские течения, методы. Пишет книгу. Это влияет на судьбы других людей. Именно это и есть думание о них. Философские течения. Философские течения.